Сюда иди, на эту сторону. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Варнава, мы сегодня в лице духовенства Всеволожского благочиния имели прекрасную возможность сослужить вам в совершении литургии прежде освященных дорог. Эта возможность, она бесконечно важна для Церкви Христовой, для нашей епархии, потому что служение с вами, всего духовенства, Всеволожского благочиния, оно является наше единство, подчеркивает послушание и каноническое общение с вами, как с правящим архиереем. И это единство духовенства, оно, конечно же, важно и для вас, как епископа, как предстоятеля нашей Малой Церкви Выборгской епархии. В единстве, в единомыслии, в соработничестве это сила Церкви Христовой, которая созидается Духом Христовой любви. Владыка, и для паства вашей, для паства Всеволожского благочиния, которая видит единство духовенства со своим правящим епископом и епископа с духовенством, это прекрасный пример, на который они смотрят, взирая на который, они способствуют, помогают нам, настоятелям храмов Всеволожского района, соблюдать единство паствы приходских общинок. Этому единству содействовала прекрасная и очень важная христианская традиция, когда вчера в этом храме все духовенство Всеволожского благочиния исповедовалось в своих грехах. Грехи есть у всех, и у нас, у священников, их порой еще больше бывает, чем у мирян, потому что дьявола сильнее искушает всякого, кто облечен саном. И вот эта возможность исповедоваться, возможность раскаяться, возможность увидеть свои грехи и через это примириться друг с другом, примириться своим правящим епископом. Это бесконечно важно, и это тоже содействует этому единству церкви, о котором вручал нам Господь, как бережное сокровище, с повелением сохранить это единство, чтобы все были едины, как мы с тобой, отче, едины, так и вся церковь, чтобы была в единении с вами, как с правящим епископом. Дай Бог, дорогой Владыка, чтобы это единство поддерживало вас, чтобы на него вы опирались в ваших трудах, в ваших заботах о нуждах всей епархии и о перспективном развитии всех необходимых дел и проектов нашей выборской епархии. Исполайте деспота, дорогой Владыка, благодарим вас за сегодняшнее служение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, благодарю вас, Отец Благочин и Отец Роман, за такое очень важное, мне кажется, для всех, для нас, слово единстве в церковном. Потому что сегодня, как никогда, весь народ Божий, вся православная церковь, вселенская, очень сильно переживает и страдает от разделения, которое, как вы знаете, сегодня сеется. Она сеется политиками, а церковь, к сожалению, та часть церкви, которая уж слишком погружена в это, изменяет своим каноническим устоям. И, как мы видим, сегодня русская церковь практически осталась в одиночестве. Да, ее поддерживает Иерусалимский патриарх, Антиохийский патриарх, некоторые другие по местной церкви, но раскол действительно налицо. И, конечно, нам, уже если мы говорим в глобальном смысле, а если мы рассмотрим, скажем, более узкий сегмент, скажем так, да, то есть нашу епархию или метрополию, конечно, тоже есть над чем поработать, потому что часто бывает так, что даже духовенство или миряне этого единства не чувствуют. Они иногда это чувствуют единство, когда едут паломничества, какие-то храмы, какие-то монастыри, они чувствуют единство друг с другом. Прихожане лучше как-то сближаются, когда батюшка вывозит их куда-то в паломничество. Духовенство то же самое, когда мы вместе собираемся, постами, вместе все исповедуемся, исповедуйте все друг друга, якобы исцелеете. Вместе все исповедуемся. Действительно, отец Роман правильно говорит, да, что мы такие же грешники, еще больше, наверное, грешники, как мы себя должны считать, чем те, кто у нас исповедуется. А по-другому и не может быть, потому что если человек внимательно следит за своим духовным состоянием, он много всего увидит того, что чего не должно, скажем так, то, что не должен иметь священник. То есть добродетель, это да. А вот грехи, вот их должно быть поменьше. Страстных стихий, которые увлекают человека, да, они не должны властвовать над человеком. Мы должны распинать, вспоминаем, что сегодня пост идет, плоть распинать своими страстями и похотьми. А как Феофан Затворник говорит, все наоборот с нами происходит. Нас распинает плоть своими страстями и похотьми. И поэтому, конечно, наша совместная исповедь – это начало духовного общения. Затем мы разделили радость молитвенного общения в служении вечерней с литургией прежде священных даров. Ну и, конечно, сама литургия, в которой нас Господь насыщает своими таинствами. То есть это как бы некая печать. Вот мы покаялись, очистили наши души. И Господь дает нам благодать, а благодать дается всегда за чистоту сердца. И кто чисто исповедуется, особенно это очень видно на детях или на людях, которые только пришли в церковь и совершают какие-то первые шаги, первые испыть, первые причастия. Так вот сейчас бывает видно, люди, они как бы на крыльях, они сами говорят, мы как будто на крыльях летим. И так вот все. Человек благостно на душе, мирно, радостно, и хочется всех обнять, и хочется всех прощать. Такое вот доброе, доброе, умиротворенное состояние. Да, дай Бог, чтобы и с нами было точно так же. И вот, собственно говоря, это и есть церковь. Это и есть церковь, когда человек в Боге любит всех. Прежде всего людей, затем и все творения. Вспомним про Силуана Афонского, который говорил, что даже листик не нужно просто так срывать с дерева. Понимаете, да? То есть вот насколько важно. Некоторые там боялись даже какую-то муху или комара на себе убить. Это, конечно, может быть, мы сказали бы какое-то такое уже гиперболо уж совсем. Но важен мотив. То есть человек старается все живое любить, чтобы все живое, ну, жило, оно потому что живое. И, конечно, стремиться, конечно, нужно к этому каждому из нас, потому что в любви. Любовь это та сила, которая держит мир, этот мир. И благодать Святого Духа это есть любовь, и Бог есть любовь. Это существенное свойство Бога. И нам, конечно, к этому надо стремиться. В этом, собственно, единение. Если бы было такое единение любви и между поместными церквами, да, то никакой враг внешне или внутренне не смог бы церковь расколоть. Значит, любви у нас, к сожалению, не хватает. То же самое и на приходах. То есть священник не должен воспринимать или миряне даже, которые в данном каком-то приходе в отдельном находятся, не должны воспринимать приход как некое такое индивидуальное предприятие. Нельзя так воспринимать. Да, в хозяйственном отношении церкви они самостоятельные, единицы, есть юридическое лицо, в юридическом поле, все это понятно. А в духовном все-таки мы должны чувствовать это единство. Это единство. Что нам мешает? Мешает нам то, о чем сегодня читалось в Паремиях. Ну вот смотрите, хамов грех. Когда хам, сегодня как раз читалось об этом, не покрыл самоту отца своего. Наоборот, пошел и разгласил своим братьям. Братья, как мы знаем, да, они на спину положили одежды и так вот задом, пятясь, накрыли отца своего. И когда он проснулся, он, скажем так, пророчествовал о потомстве хама, что он будет в порабощении у братьев своих. Избави нас, Господи, от этого хамового греха. И дай Бог нам всегда стараться думать о людях хорошо, иметь добрые помыслы, иметь добрые помыслы, никогда никого не осуждать. Опять же, вспомню сегодняшнее слово. Мы слушали сегодня слово из книги «Премудрости Соломона», где он говорит, что, сейчас вспомню точно эти слова, тот, кто бережет свои уста, тот хранит свою душу. А кто их раскрывает, не останется без вреда. Ну, это я так перевожу, то есть, тому беда, как говорит Соломон. Так вот, много раз мы, Якова, брата Божия, можно прочитать послание, в котором он как раз тоже говорит о грехе, о грехах через язык. Да. Откуда у нас вражды и распри, от вожделения хвощих членов наших, и затем он говорит о языке, что он малый член, но много делает. Это огонь прекрасной неправды. Одним, им одним мы благословляем Бога Отца, и им же проклинаем человеков, созданных по образу Божию. Не собирают, как там, с виноградника до смоквы, из стерновника смоквы, и не течет из одного отверстия источника горькая и сладкая вода. Да, действительно, не должно тому быть, но, к сожалению, это происходит, потому что в нас, к сожалению, еще живет ветхий человек, в нас живет греховное любопытство, в нас живет гордость, которая и так вот бывает как-то незаметно, казалось бы, мы смиряемся, но вот когда мы, казалось бы, смиряемся, более изощренно действует в нас это тонкое тщеславие. И мы осуждаем, и мы осуждаем ближних наших. И уже не в глаза часто, а за глаза, что тоже часто является таким признаком лукавства. И все это через язык происходит. Все это через язык. Все. Это показывает наше внутреннее недуховное, недолжное состояние. Такое душевно-плотское, гордостное состояние. Что помоги нам, Господи, от этого избавиться, потому что человек, который хранит уста, ну как хранит уста, это не значит, что нужно все время молчать, а именно хранит уста от пустых, праздных, осуждающих слов, от клеветы хранит уста своя, от любопытства, от которого, собственно, все это и происходит так же. Если он от всего этого охраняется, тогда и пост действительно будет для него действительно духовным деланием. Потому что, когда человек постится внешне, ну скажем, в гастрономическом плане, да, об этом постоянно говорят, но не постится в плане духовном, то есть не удерживает свои чувства, но такой пост, он не только не помогает человеку, а часто делает его еще хуже. Потому что создается иллюзия подвига, а подвига-то настоящего и нет. Потому что легче удержать чрево, чем удержать свой язык. Гораздо легче. Практика об этом говорит, жизни нашей. Что помоги нам, Господи, это действительно великое искусство, это действительно великое искусство, но этому искусству нужно всем нам учиться. Всем учиться. Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним нашим духовным общением. Причастники, послушайте благодарность на молитву по святому причине. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.